архитектурный патруль я проведу в общежитии мечникова номер 7 насколько тут придерживаются санитарных и законодательных норм здравствуйте программа архитектурный патруль анастасия большедворово будем инспектировать смотреть ваше общежитие насколько тут исполняется у вас санитарные нормы и нормы дбн это разрешил нам закон идем по закону постановление пожалуйста на то что я не разрешаю подождите а что значит вы разрешаете меня нет заведующий я не имею права сделать мое удостоверение журналиста думской тиви да вот на мне просто прочитайте ознакомьтесь это раз дальше законодательные нормы которые разрешают журналисты заходить в общежитие не только в житие любого государственного предприятия ознакомьтесь это да а что мы не ознакомься потому что это я без очков возьмите себе ну вы же подошли ко мне идите в эти ручки я вам сейчас тогда все буду озвучивать давайте я приглашаю вас сюда как бы пожалуйста заходите погреться нет мне тут нормально нет тут мне больше нравится итак начнем мои правые журналисты как будто принятыми их посадовым условным да кстати а в конце мы хотели бы пообщаться с главным кто отвечает за это общежитие это в конце нет 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 ни дерева не заведующий они на собрании основания по которому мы якобы не зайдем сюда вот скажите вы наверно говорите что есть основание закон у меня заведующий нет начальника я есть ли такой закон под названием заведующий не может пропустить такого закона нет и свои правила вы устраивать здесь не будете мы действуем только по закону удостоверение есть на мне я официально устроенный журналист удостоверение есть на всех моих работников пожалуйста все законных удостоверение не дежурный у меня нет удостоверение у меня есть рабочий график вот на таком основании подождите подождите так это тоже незаконно получается получается тоже как и вот этот молодой человек а какое может быть удостоверение зачем вы меня толкаете сейчас объясните пожалуйста а вы ко меня нет я просто стою а вы меня не впускаете вы не проходьте вы в обрываете и которые вы не пропустите вы врываете что значит вы врываете и врываете и чему вы как раз то это означает? что значит я стою к вам спиной а вы что делаете? не надо стоять спиной ко мне! извините что я к вам а чем мне к вам стать? вот стойте My court! мы проходим сюда! Эдлитки говорит это что ворошка! Все пошли! Не проходят! Не проходят! Не проходят! на каком основании! перестаньте меня держать! Руки убрали! Женщину брали руки, как он мне стыдно И вы, мужчины, называетесь Это кино, это кино, да Нет, ребята, вот это не кино, это, к сожалению, наша жизнь Мужчины взрослые в возрасте Применяют силу к девушке Да, это врывание в общежитие Это жизнь, ребята, это же кино Пожалуйста, уберите руку Наш оператор обязан зайти Вы разобьете камеру и вам будет тужен Вы катаете психопатка, истеричка Понятно вам? Это же вы сейчас кричите Так вы меня вынуждаете это делать Но вы сейчас кричите, значит, это у вас не все в порядке Конечно, с вами тут будешь в порядке А что, вот вы сейчас пролеждаете путь мне, как журналисту И моей съемочной группе Я никуда не уйду, вы это не поняли? Мне уйду Тома, вызывай колеси Я никуда не уйду Никуда, никаких человеческих законов Украины, как журналисты, имел здесь находиться И я пройду дальше Что я делаю, давайте, что я делаю Давайте, что я делаю Девушка, вы пригрызаете меня А вы сейчас не достоверение ваше покажите Пожалуйста Давайте потихонечку проверим Что же на самом деле здесь прячут Пожарный щит Я за колечку никакой не зайду Ни за квадратик, ни за крючок Итак, мне тоже надоело Вы представились мне? Нет Паспортист, это не ответ Показывайте удостоверение Кто вы? Я вообще не знаю Итак, смотрим на огнетушитель Кого показать удостоверение? Зачем? Кстати, огнетушитель 2018 года Кстати, а что у нас делает коробка здесь? Не расскажете? Почему у вас здесь грязь, коробки Прямо возле пожарного щита? Это пригрызает путь? Да Это вовремя пожарного Забрали Не подскажете, что у вас тут делают холодильники? Я не снимаю Она ходит вот Один А, я знаю, что здесь делают холодильники Их просто продают А тут у нас бизнес Я бы хотела купить этот холодильник Хорошо, а не подскажете, а что у вас здесь делает холодильник, который продается? Сколько он стоит? Я понимаю, что вы все-таки продавец, скорее всего Я продавец? Вот там есть объявление, пожалуйста Перестаньте преграждать Не-не-не Не надо так и делать Давайте мы запишемся Запишите Мое удостоверение перед вами Давайте 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 сюда Приносите Все документы записывайте Давайте Придите к окошку Не хочу к окошку Вот, давайте Несите сюда, куда вам нужно записать Несите книгу, куда вы все записываете Продиктуйте Анастасия Большедворова Сколько человек? Пять? Хорошо Ну что ж, идем теперь внутрь Я мечтала об этом холодильнике всю свою сознательную и не очень жизнь Ну как бы холодильник, который преграждает путь К огнетушителям И частично Песок есть Но вот это Неплохо бы отремонтировать Да? Вот эти вот Самопальные крышки Нужно будет обязательно проверить запасной выход Это во-первых А во-вторых Этот план эвакуации Ну, нужно было как-то выделить Понимаете? Тут нет никакой таблички Что вот, смотрите сюда Вот он план эвакуации То есть никаких, в принципе, познавателей знаков Кроме того, как ты поднимешь голову Начнешь его искать Может, найдешь Может, нет На самом деле, чтобы предотвратить пожар Достаточно иметь в каждой комнате По огнетушителю А на этажах обязательно должны быть Пожарные рукава Приставленные к пожарным гидрантам Именно вот это я сейчас и буду проверять Единственный способ, чтобы воспользоваться Вот этим пожарным рукавом Придется разбить вот это стекло Вообще-то должна быть дверь Вот всегда, когда нам преграждает путь И не дают попасть в общежитие Сразу, быстро и эффективно Значит, есть что скрывать В данном случае скрывали, конечно же, грибок Его величество, он всегда с нами Им дышит, пожалуйста, им дышит студент Вот эта труба, она вроде бы как новая Но на самом деле она протекает Вообще-то, взбух потолок Ощущение, что он может упасть вам на голову Вместе с грибком Где мы только проволоку не находили И открытые провода мы встречали в общежитии Вися то на потолке, то где-то там и стены Но впервые открытие, я бы сказала, ноу-хау В этом общежитии проволок в туалетном бачке Горячей воды нет Но зато холодная течет отсюда И вот, пожалуйста, прямо вот отсюда Вот 220 вольт, молодцы, предупредили Но я не знаю, вот эта заклеена, якобы она не работает Или это вместо крышечки Походу тараканы протестуют против уборки плиты И студенты охотно, конечно же, помогают им прожить Ах, это зима, зима И, между прочим, кто-то здесь оставил просто пустую бутылку Возле электрической топлиты К сожалению, в самой кухне нет мусорного ведра Поэтому эту бутылку можно выбросить Разве что здесь, в коридоре Вообще-то, захламлять проходы Это запрещено по технике пожарной безопасности Возможно, стоит сделать исключение Для раритетной версии Самсунга Холодильника? Нет Я смотрю тут А-а-а, таракан! Таракан! И паук, пожалуйста, смотри Тут таракан Здесь паук Здравствуйте, архитектурный патруль Покажите, пожалуйста, огнетушитель Нет огнетушителей Хорошо, а можно глянуть на вашу комнату? Ну, я уже вижу, что здесь, во-первых, обои Серенькие гряльные обои Мы комнату не покажем, а вот то, что обои Скажите, пожалуйста, вы знаете, что делать в случае пожара? Ну, да А что? Ну, смотря какой пожар, смотря что будет Ну, вот, например, загорелся вот этот холодильник Самсунг Самсунг Нужно сразу выключить, как бы, электричество А потом тушить, ну, как бы, тушить у нас огнетушителя нет Как бы, если выключить технетушитель, то есть, как бы, можно взять, допустим, тряпку какую-то и еще что-то Но электричество, электрические приборы, как бы, водой мы не будем тушить, чтобы их, ну, как бы, током не ударило и тому подобное Ну, и чем же все-таки тушить, да? Если тряпка не поможет, то тоже загорится вместе, вот, со всем этим делом Огнетушителя нет В общежитии такого не было, как бы, собрали, ничего нам не объясняли Вам обязаны объяснить, просто обязаны Такого нет Счастливого, удачи, и чтобы у вас не было пожара, но лучше купите сами себе огнетушитель Итак, на входе нас напали двое женщин, у которых нет, к сожалению, никаких удостоверений Я журналист Думской ТВ, программу «Снимай архитектурный патруль» представилась удостоверение всегда на мне К сожалению, те женщины не показали никаких своих удостоверений, кто они, мы не знаем И они применяли ко мне силу это нарушение 171-й статьи Криминального кодекса Украины У нас все запечатлено на камеры Я понял, заявление будет, Сафи? Если здесь, этого можно локально как-то написать, то мы готовы написать Сейчас я позвоню в дежурную часть или группу вызовем Скажите, пожалуйста, что делать? Смотрите, здесь ребята не знают, как спастись от пожара И мы не знаем, работает ли пожарный ящик А есть ли вот случай пожара? Вот что-то вот полиция может сделать? Ну, позвоните на 101, вызовите инспектор А если прямо сейчас, например? Прям сейчас полиция готова как-то помочь спасти студентов? Полиция? Угу Мы будем эвакуировать Эвакуировать, а как-то тушить пожар Вы знаете, как тушить пожар? Ну, я же не пожарник Ну, вы должны знать, как тушить пожар Должен знать? Угу Хорошо Вот вахта, вот запасной выход Вот там вот он находится Идем туда По плану вот это запасной выход Не только по плану, здесь на самом деле еще и оказывается И правда таки есть табличка запасной выход Пожалуйста Итак Вот это запасной выход Нет, это окно Дальше Вот это получается запасной выход Согласно технике пожарной безопасности Ни в коем случае Пожарный выход Не должен быть заставлен А он заставлен всем, чем угодно Во-первых, здесь какой-то грязный, вонючий матрас Я боюсь, что он с клопами Вот я прям их оттуда вижу Веники какие-то, ковры Бутылки Пожарный выход закрыт на замок Подскажите, пожалуйста, у кого ключ от пожарного выхода? Можно его, пожалуйста, предоставить? Интересно, работает ли эта дверь? Еще бы с той стороны тоже указатель о том, что это выход И было бы хорошо Провал в том, что, к сожалению, не сами студенты не знают, как пользоваться и куда идти Никто не понимает, для чего висит тот план И вообще, что нужно ходить с этим планом, как с настольной книгой, ребятушки И знать, в случае опасности, куда бежать А тут никто ничего не знает А вот и нашелся ответственный За поддержание высокой пожарной безопасности Некая беримова Наталья Борисовна Телефона которой, к сожалению, нет И вот эта маленькая желтенькая табличка Находится вот где-то вот здесь Вот в углу этой огромной доски На самом деле, ее фамилия, имя, отчество и телефоны Желательно, должны быть написаны на каждом пожарном щитке Потому что, оказывается, тут никто не знает, как пользоваться теми же пожарными рукавами Высокая пожарная безопасность Высокая В седьмом общежитии имени Мечникова, к сожалению, нарушены санитарные нормы По пожарной безопасности, ребят, ну, стыдно, стыдно Огнетушители должны быть на каждом этаже, а еще желательно в каждой комнате Ну и в-третьих, здесь напали на нас Это нарушение 171-й статьи Криминального кодекса Украины До встречи Хорошо, что пока что не сильно мы покалечены Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!